Наш разговор про еду сегодня называется просто. Чего нам не хватает? Мы, прежде всего, покажем вам признаки нехватки одного единственного вещества, которое называется незаменимая аминокислота. Незаменимая, потому что сам организм её не производит. И это вещество, эту аминокислоту, мы можем получить только с еды. Да, не хватает ей вот этой незаменимой аминокислоты, которую мы называем триптофан. Ну, не мы называем, наука называет триптофан. И мы сейчас будем говорить о продуктах, в которых этой аминокислоты полным-полно. И раз уж мы начали с курортного романа, вот как раз нехватка триптофана не даст развиться курортному роману. Поэтому три продукта, в которых триптофана, больше всего секретные коробочки, в студию ждём первого гостя. Итак, три секретные коробочки. Как вас зовут? Людмила Борисовна. Людмила Борисовна, кто вы по профессии, откуда вы к нам приехали, расскажите. Москва, повар. Повар из Москвы. Вот нам как повезло. Ты должен знать этот человек про еду. Вы тоже про любовь кричали? Чего не хватает? Нет, я про любовь не кричала. Не кричали? Итак, три суперпродукта с триптофаном. Незаменимый аминокислотой. Ещё раз говорю, незаменимая, потому что организм сам её не производит. Можем получить только с едой. Что здесь? Шоколад. Открывайте. Открывайте, открывайте. Нас всё как-то тянет на какую-то любовь. Шоколад, клубника. Что это такое? Похож на мак, что ли? Ну попробуйте, мак ли это. Попробуйте, попробуйте. Это всё чистое, вы мытое, не бойтесь. Так. Нет? Не мак. Смотрите, вот я вам вот так покажу. Есть у меня... Знаете, нет, я знаю, что такое, но я не пробовала. А вот, смотрите, я приготовила. Сейчас я вот вам дам, вам и наши гости. И вы его поймёте, и все его видят. А это продукт, это сейчас хит мира, хит мира. Мы отдельную программу проявляем. Возрождённый хит мира, скажем так. Сейчас я дам ложечку, ложечку вам. Андрей Петрович, идите сюда. Дайте нам две ложки с продеосом. Продеосу даю. Одну ложку, хоть не хочу ничего. Ну, ты какой. Попробуйте, вон там, у Ильи Васильевны. Ну, тут-то вы точно знаете, да? Это семена под названием чья. Семена чья. Чья. Запомните, хит мировой сегодня. По всему миру народ стал здесь семена чья. В Москве тоже продаются. В интернете можно заказать по всей России. Целую программу мы посвятим семенам чья, потому что это потрясающая вещь. Это вообще по-другому шалфей испанский, да? А я не знала, я думала, семена чья, думала, как это шалфей испанский. Это род шалфеев, да, или яснотковый еще по-другому это называется. Вот такой есть кустарник. Ему там... Гигант по трептофану. Да, немеряное число лет его ели когда-то в древние времена ацтеки. Потом все это заглохло. И недавно это возродилось, потому что, ну, как бы, не то, что вывели заново, а оккультурили вновь это растение и сделали возможным промышленное его производство. Трептофана в море. Бежим, бежим, ставим опыт. И напоминаем вам, что головная боль, которая является спутником дефицита трептофана, начинается с ауры. Мигрей. Дмитрий Николаевич готовится к кауре. Прервемся на несколько минут. Далее в нашей программе. Чего вам не хватает? Триптофан. Строй материал радости. Эта программа «Жить здорово», друзья, мы говорим про еду. Тема у нас такая. Чего вам не хватает? Женщины с бессонницей, головной болью и депрессией. Да, унылся. Чего вам не хватает? Не хватает вам аминокислоты трептофана, незаменимой аминокислоты. Первый продукт, в котором содержится в огромном количестве трептофан, это продукт, который сегодня просто триумфально шествует по миру. Семена чия. Чия. Оказывается, род шалфея. Да. Что они делают? Они делают следующее. Смотрите, вот сейчас мы вам покажем кое-что, а потом и параллельно я вам расскажу. Это женщина несчастная. Это женщина, да. Вот смотрите, мы сейчас кое-что сделаем, и вы увидите, как те, у кого мигрень есть у женщин, они прекрасно знают, как мигрень начинается. Всегда за 20-30 минут, иногда за час, есть признаки, которые показывают, что мигрень скоро начинает развиваться. У многих людей это так называемая зрительная аура. Смотрите, давайте. Зрительная аура, которая проявляется в виде мерцания, появления вспышек в глазах, выпадения поля зрения, каких-то сполохов или языков огня, которые закрывают частично зрение человеку. Вот смотрите, сейчас это будет видно. И так потихоньку начинается аура. Мерцание, видите, вот это аура. Аура, которая говорит о том, что скоро будет развиваться мигренозный приступ. Это первый этап, когда сосуды спазмируются. Второй этап, тогда серотонина, которая ответственна за это состояние, очень много. А трептофан является предшественником серотонина. Во втором этапе, когда аура пройдет, сосуды наоборот резко расширятся. Пройдите к следующему макету. Сосуды резко расширятся и появится пульсирующая головная боль, которая по ветвям тройничного нерва будет распространяться на половину головы. Тогда серотонина будет наоборот мало. Так вот, если трептанов, трептанов, трептофанов, не зря я сказал про трептанов, про мигрень, потому что говорят, да. Потому что и вот тех, у кого трептофана много, уровень серотонина в таких ситуациях все-таки остается более или менее в норме. И, соответственно, тяжелых головных болей у таких людей не бывает. Вот нырцает наша аура, красота невозможная, потом мигрень. Но если вы едите семена чья, полный порядок. Ждем второго гостя. Спасибо вам.